Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Подняли по тревоге. Главное командование сухопутных войск проверяет самарских связистов. Они сошлись в футбол и космос. Стадион «Самара-Арена» посетил космонавт Олег Кононенко. Паводок пошел на спад. Большой РГИС и река Чапаевка начали отступление. Сотни молодых предпринимателей из России, Индии, Китая и ЮАР. В Самаре собрались молодые лидеры стран БРИКС. Деревянная Самара в новом цвете. Меценаты планируют помочь городу преобразиться. Самарских связистов подняли по тревоге. На полигоне под Самарой развернуты новейшие системы связи. По всей России идет проверка войск по итогам зимнего обучения. Готовность Самарской бригады управления проверяет Главное командование сухопутных войск страны. На полигон вместе с военными отправилась и Марина Кравцова. Ротоподъем! Тревога! 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 Подъем по тревоге, моментальный сбор. Все отработано до мелочей. Военные демонстрируют слаженность действий. С оружием в руках и в полной экипировке готовы к бою. То, что тревога учебная, поблажек не дает. Самарские связисты отчитываются перед командованием сухопутных войск России. Будут проверять готовность войск подразделения бригады на способность выполнять боевые задачи. Контрольная проверка войск за зимний период обучения проходит по всей стране. В ней участвует около 400 воинских частей и соединений. В этом году Главное командование сухопутных войск России проверяет 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа. По тревоге подняты все подразделения управления армией. Основные действия разворачиваются здесь, рядом с Самарой. Военнослужащие 91-й бригады связи приведены в полную боевую готовность и отправляются на полигон, где и будут развернуты новейшие системы связи. Войска связи «Нерф Армии». Именно они обеспечивают оперативное управление командования боевыми подразделениями. Сегодня на вооружении у связистов самая современная техника и передовые разработки. Вся мощь цифровых технологий сосредоточена в мобильных комплексах «Редут». Сверхбыструю передачу информации они могут обеспечить в любых условиях. И в лютый мороз минус 50 градусов, и в жару до плюс 50. Его способности очень велики. Пропускная способность каналов до 160 мегабит в секунду. Информационные потоки передаются по четырем направлениям. Новый образец вооружения признан одним из лучших образцов на данном этапе. На этот раз связистам приходится работать практически по колено, в грязи и снегу, при этом в полной экипировке и с оружием. Но в суровом условии не привыкать. Нормативы укладываются. Сейчас идет завершающая стадия подготовки техники. И совсем скоро будет налажена связь. Вечение связистов проходит на радиусе около трех километров, где расположены небольшие группы. Их задача – обеспечить связь между воинскими подразделениями и штабами армии и округа. Причем работать она должна не только в нормальных условиях, но и в случае сильных искусственных помех. При этом разговоры военных будут полностью защищены от прослушки. Задача, конечно, не из простых. Тяжеленное оборудование военнослужащие монтируют буквально в считанные минуты. Кроме силы физической, современные военные вооружены и знаниями. Связисты, как системные администраторы, мало поднять мачту. Нужно еще и компьютером владеть мастерски. Оборудование позволяет передавать не только команды, но и видеоизображения. Она может поток давать, цифровые аналоги принимать и выдавать. В учениях задействовано около 200 единиц техники. Новые технологии позволяют устанавливать связь на тысячи километров, при этом обеспечивая абсолютную защищенность сигнала. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Космические гости на стадионе Самара-Арена. Посол чемпионата мира 2018, космонавт Олег Каноненко, сегодня приехал на самую масштабную стройку города. Последний раз он был там год назад. Как изменился стадион с тех пор и почему он похож на космодром, расскажет Валерия Макарова. Представляешь, какие инженерные расчеты должны быть выполнены? Видишь, конструкция нависающая. Опытным взглядом инженера Олег Каноненко сразу оценивает сложность купола стадиона. Ведь до того, как стать космонавтом, он 6 лет проработал в конструкторском бюро завода «Прогресс». Оглядывая сверху весь стадион, Каноненко сравнивает его по масштабам со стартовой площадкой для ракет. Оказывается, у футболистов и космонавтов больше общего, чем кажется на первый взгляд. Полет в космос для космонавта, конечно, вершина. Вершина его подготовки, вершина его труда. Я думаю, у спортсменов, для кого-то этот чемпионат мира может быть единственным, конечно, человек будет вкладывать все свои силы, все свои возможности, чтобы этот чемпионат не пропустить, попасть в национальную сборную. Когда посол чемпионата мира был здесь год назад, стадион выглядел совершенно иначе. К сооружению купола еще даже не приступали и не было трибун. Сейчас они готовы почти на 100%. Мы находимся на высоте почти 35 метров. Отсюда поле как на ладони. А дело в том, что трибуны спроектированы так, что из каждой ее точки смотреть за игрой будет удобно. Но гораздо интереснее взглянуть наверх. Это купол. Он готов сейчас больше, чем наполовину. Купол состоит из огромных металлических конструкций. Это консоли. Так вот, одну треть такой консоли здесь устанавливают за два с половиной дня. А все потому, что работает две тысячи человек. В июне на стадионе займутся полем. Начнут укладывать коммуникации. Дренаж, полив, подогрев. И уже этим летом поле засеют травой. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Полет был первый и далеко не последний. Авиакосмическая отрасль активно развивается. В этом большая заслуга Самары. От университета до производственных предприятий и культурных учреждений. Праздник успешного полета человека в космос сегодня отмечают по всей Самаре. Сотрудники завода «Кузнецов» ударили автопробегом по космическим местам. Побывали на празднике у музея «Самарокосмическая». К ним присоединилась и наша съемочная группа. Космический автопробег. Первая остановка «Самарский университет». Учебное заведение носит имя легендарного конструктора Сергея Королева. Здесь вспоминают, как новость о первом полете человека в космос потрясла мир. Эти люди, проходя первыми по пути освоения космоса, освоения новых производств, они сделали такой гигантский шаг после войны. Буквально там прошло несколько лет. Еще разруху в стране не установили. А они уже в космос устремили все человечество. На праздник от завода «Кузнецов» собрались молодые сотрудники. Именно им предстоит разрабатывать и испытывать мощные и стратегически важные двигатели. Я уверен в том, что они и дальше с тем же усердием, с той же верой в светлое будущее будут продолжать эту нужную для всего человечества работу. Автопробег прибывает к музею «Самара Космическая». На площади Дмитрия Ильича Козлова, знаменитого конструктора, работают выставки технического творчества, дают мастер-класс по живописи. На импровизированное небо каждый клеит свою звезду. Перед этим загадывают желание. День космонавтики для самарцев – повод для гордости. Потому что мы это сделали, а не кто-то другой. Для меня это важно, что мы, а не кто-то. Что мы первые. Да, конечно, мы везде должны быть первыми. Праздник двойной. Музею «Самара Космическая» в этот день исполняется 10 лет. Перед основанием знаменитой самарской ракеты торжественно открывают мемориальную доску. Когда-то она уже стояла здесь, как предвестник большого космического символа. И вот теперь снова здесь, как напоминание о достижениях настоящих и будущих. В следующем году у нас на площадке с музеем появятся образцы ракетно-космической техники, которые уже побывали в космосе. А это значит, что гораздо большее количество молодых ребят, жителей города, сумеют прикоснуться к высокой научно-технологической продукции, которую умеет выпускать наша страна. Главная достопримечательность музея – настоящая ракета Р-7А. Гостям праздника показывают архивные кадры, как устанавливали многотонный экспонат. Она единственная в мире, не стоит, не лежит, а застыла в полете. С первых дней существования музей оказался предметом любви к горожанам города, которые сразу начали приносить в дар музею артефакты, связанные с космической историей города, свои истории, свои свидетельства. Здесь настоящие ракетно-космические детали, больше 10 экспозиций на разные темы. В планах открытие выставки к чемпионату мира по футболу, а также создание парка космической техники «Союз» на территории вокруг выставочного центра. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Специальное обращение с Международной космической станцией прозвучало для сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли и всех жителей нашего региона. Прямо с орбиты, с Днем космонавтики, самарцев поздравил космонавт Олег Новицкий. Видео показали на торжественном собрании в Театре оперы и балета. А лучшие специалисты заводов и Самарского национального исследовательского университета получили награды из рук губернатора Николая Меркушкина. В последние годы космическая промышленность в Самаре вновь получила импульс к развитию. 70% всех запусков космических аппаратов в России обеспечивает именно Самара. Только за прошлый год РКЦ «Прогресс» обеспечила пусковые программы с четырех космодромов. Восемь с Байконура, три с Плесецка, один с Восточного и две с Гвианского космического центра. Огромный вклад предприятий Самарского региона внесли в строительство нового космодрома Восточный и пуск первой ракеты с него. Все, что зависело от наших специалистов, было сделано качественно и в срок. Передовые разработки делают и ученые Самарского университета. И Самара, как космическая столица страны, продолжает удерживать этот статус. Мы создали школу-центр одаренных детей. Эта молодежь должна потом учиться в одном из лучших музов мира в области космонавтики, получать знания, получать навыки параллельно на тех предприятиях, которые у нас функционируют. Если вся эта цепочка будет создана и будет эффективно работать, я абсолютно уверен, мы точно будем и через 5, и 10, и 20, 25 лет лидерами космической области в стране и, может быть, не только в стране. День космонавтики для Самары – праздник особенный. Город недаром называют космической столицей России. Полвека назад в Куйбышеве наладили серийное производство ракет, а сегодня Самарские союзы стартуют с четырех космодромов мира и считаются самым безопасным транспортом для полетов на орбиту. О космическом прошлом, настоящем и будущем Самары – репортаж Валерии Макаровой. Желаю вам доброго полета! Поехали! День 12 апреля 1961 года стал поворотным в судьбе человечества. Юрий Гагарин открыл миру дорогу в космос. Его ракеты и двигатели к ней были сделаны в Куйбышеве, а после все российские космонавты свой путь на орбиту проделали на Самарских союзах. Мы находимся около центральной проходной легендарного завода «Прогресс». В цехах этого предприятия творят космическую историю всей страны. Это здесь были изготовлены первые две ступени гагаринской ракеты, а после созданы более 10 модификаций ракет-носителей и около 30 видов космических аппаратов. Столь хороши самарские ракеты, что могут взлетать и из казахских степей Байконура, и из сибирской тайги с космодрома Восточный. Им покорились даже джунгли Южной Америки, а именно космодром во Французской Гвиане. Первую для России тропическую ракету доверили создавать специалистам РКЦ «Прогресс». Так появилась новая модификация союза – «Союз-СТ». А в Гвиане побывали несколько сотен самарских ракетостроителей. Каждому пришлось сделать прививку от желтой лихорадки. Безопасности ради. Новые условия работы поначалу самарцев пугали, но ко всему привыкаешь – помогла и закалка российских космодромов. РКЦ «Прогресс» – лидер по созданию ракет-носителей среднего класса. Однако в планах у предприятия новые цели. То, что касается дальнейшей программы, то мы ожидаем на открытие конкурса на фрагмент ракеты супертяжелого класса. В этом конкурсе будем участвовать. Недаром Самару называют гаванью межпланетных кораблей. Отсюда покорять космическое пространство отправилось уже больше 1800 ракет. Космос пойдет дальше, освоение Луны и планет. На это прогресс не остановишь. Человек все равно будет рваться. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Ближе к звездам. В Самаре в честь празднования Дня космонавтики вспоминают тех, кто посвятил жизнь освоению космоса. Возле мемориальных досок сегодня можно видеть множество цветов. Так в Ленинском районе проживали целых три видных деятеля отрасли. Александр Солдатенков, Виктор Литвинов и Дмитрий Козлов. Возле дома генерального и гениального конструктора побывала Марианна Мирная. Он был строгим, но справедливым, вспоминают о Дмитрии Козлове те, кто знал его лично. Генеральный директор и генеральный конструктор легендарного ЦСКБ «Прогресс». Он строил космические корабли и верил в то, что бескрайние просторы Вселенной покорятся человеку. Он два раза спас человечество от войны, Третьей мировой. Первый раз, когда мы создали ракету, и к нам уже не сунуться было сложно. А второй раз, когда надо было средства контроля, никто не верил друг в другу, американцы и наши. А мы, вот Дмитрий Ильич Козлов создавал вот эти спутники, разведчики, шпионы. То есть, там поднимается из шахты, мы видим, у нас что-то они видят. В День космонавтики доска памяти Дмитрия Козлова украшена цветами. В этом городе он трудился, в этом доме он жил. И для самарцев это весомые поводы для гордости. Улица Вилоновская является центром Ленинского района. И нам очень приятно, что в этом доме когда-то проживал такой замечательный, великий человек, который сделал не только для нашей Самары, но и для всей российской авиационной и космической промышленности. В День космонавтики в Ленинском районе почтили также память других видных деятелей космической отрасли – Александра Солдатенкова и Виктора Литвинова. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. День первого полета человека в космос отметили и в бывшей школе космонавтов. Она работала в Куйбышеве до середины 90-х годов прошлого века. Сегодня в этом здании разместилось обычное среднеучебное заведение. Однако молодежь не забыла о своих традициях. Как школьники провели 12 апреля, расскажет Сергей Кизоркин. 47 квадратных метров космоса в 69-й Самарской школе. В обычном классе пятый год работает необычный музей. Старшеклассники собирают космические реликвии, их уже 300. Проводят экскурсии. Основатель музея и руководитель Куйбышевской школы юных космонавтов, летчик-испытатель Герой Советского Союза Аркадий Сергеевич Бойцов. Космос – это наше будущее, оно должно развиваться, поэтому мы должны это все продвигать, поэтому я стараюсь интересоваться именно космосом. Космическая тема была популярна у самарской молодежи и во второй половине прошлого века. С 60-х до начала 90-х годов на вопрос «Кем ты хочешь стать?» ответ в половине случаев был однозначным – космонавтом. К сожалению, почувствовать невесомость никому из курсантов Куйбышевской школы не удалось. Однако многие стали успешными в жизни и даже героями. Сегодня ребята в экскурсии рассказали про Алешина Игоря Викторовича. Он выпускник 93-й школы, вот мы с этой школой дружим. И выпускник нашей школы юных летчик-космонавтов. И погиб он в Афганистане в 86-м году. Старший лейтенант авиации. 12 апреля ученики 69-й школы встретили на торжественной линейке. Вспоминали героев былых времен. Первого космонавта Юрия Гагарина и основателя Куйбышевской школы юных космонавтов Аркадия Бойцова. Многие наши педагоги знакомы. Были с этим человеком, замечательным человеком, великим, в то же время очень простым, как очевидцы говорят. И, конечно, было решено в 96-м году присвоить сначала имя, звание нашей школе этого человека. Космическая неделя в 69-й школе продолжится гагаринскими чтениями. Свои работы на суд жюри представят школьники со всей Самары, начиная от научно-исследовательских проектов, заканчивая литературными произведениями. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Совет Старейшин или в Самаре прошел форум ветеранских организаций. Самые уважаемые и мудрые жители области собрались вместе, чтобы обсудить насущные проблемы и пути их решений, а также поделиться опытом с молодым поколением. В форуме принял участие губернатор. Подробнее в сюжете Марина Матвейшиной. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Государственный гимн хором поют более тысячи человек. Так открывается форум ветеранских организаций Самарской области. В этом году сразу несколько из них отмечают юбилеи. 45 лет Самарскому рекотделению Российского Союза ветеранов. 30 лет общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. И 20 лет организации «Тружники тыла и ветераны труда». Поздравление им передает председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник, герой России Владимир Шаманов. Телеграмму зачитывает ведущий. Обращаюсь с призывом ко всем ветеранским организациям Самарской области сделать все необходимое для защиты исторической правды о Великой Отечественной войне. Сохранить дружбу и доверие между народами, которые вместе пришли к победе, поднимали свою страну из руин, поддерживали друг друга, как самые родные люди. Родными считают себя все 2500 человек, члены Ассоциации ветеранов социальной службы. Она существует уже более пяти лет, и все эти годы ее председатель Людмила Матвеева объединяет работников соцслужб. Ассоциация консолидирует наших ветеранов. Активные они становятся. И это очень здорово, что у нас есть такая ассоциация. Самые активные ветераны получают госнаграды и ценные подарки. Нельзя недооценивать опыт этих людей, отмечает губернатор Николай Меркушкин. Без вашего внимания не остается ни один актуальный вопрос в жизни нашей губернии. И это поистине так. Самые, может быть, сложные моменты, когда надо было нам принимать или какое-то решение, или мобилизовывать людей на разные компании, мы прежде всего обращались к вам, встречались с вами и выслушивали вашу точку зрения. Один из самых трогательных моментов форума – самарские школьники торжественно принимают присягу юноармейцев. Особенно взволнованы сами ветераны. Подрастающее поколение не подведет, уверены они. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Молодые лидеры стран БРИКС соберутся в Самаре. В работе форума примут участие около 100 предпринимателей – ученых, преподавателей из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Участники посетят дискуссионные площадки, посвященные вопросам культуры, молодежного предпринимательства, науки и инноваций. Обсудят подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, а также возможность открытия в Самаре международного бизнес-инкубатора для поддержки проектов молодых предпринимателей. Мы решили пригласить наших иностранных партнеров принять участие в наше мероприятие БРИКС именно в город Самару, для того, чтобы наши партнеры из стран БРИКС могли найти новые контакты, новые возможности межрегионального сотрудничества между нашими странами и для создания и реализации совместных программ и проектов. Коммерсанты-строители покрасят 38 деревянных домов в Ленинском и Самарском районах. Договоренность достигнута между город-администрацией и представителями бизнеса. Всего же в Самаре на гостевом маршруте расположен 331 деревянный дом. Большинство из них более 100 лет. Это памятники архитектуры и культурного наследия. Многие здания принадлежали видным деятелям, купцам и меценатам. Сегодня старинные строения находятся в запущенном состоянии и требуют ремонта. Только за счет средств бюджета с такой глобальной задачей справиться невозможно. Второй год к восстановлению домов городские власти привлекают бизнес. Застройщики откликаются и помогают приводить в порядок фасады деревянных зданий. Мы рады тому, что отклик есть. Застройщики, саморегулированные организации, они откликаются на это предложение. К счастью, пока это работа в начале. То есть у нас на сегодняшний день только 38 объектов. Мы вот определили, нашли инвесторов, которые будут ремонтировать. Но мы ожидаем, что их будет больше. Ладу X-Ray сослали на север. Чтобы проверить новые вазовские кроссоверы на прочность, их отправили в экспедицию в Якутию. Сколько километров по бездорожью преодолели машины, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дорожает. За один баррель дают 56 долларов 50 центов. Валюта дешевеет. Курс на 13 апреля. Доллар 56 рублей 75 копеек. Евро 60 рублей 26 копеек. Золото стоит 2299 рублей. Серебро 32 рубля 85 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 56 рублей 95 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 60 копеек. С начала года россияне потратили больше 40 миллионов долларов на импортные кондитерские изделия. Съели примерно 12 тысяч тонн. Россия, в свою очередь, резко увеличила экспорт шоколада, мороженого и конфет. Только за прошлый год сладостей продали на миллиарды долларов. Производство водки в стране выросло на 66%. Но это связано с ростом легального рынка, а не потребление алкоголя. Alada X-Ray успешно прошла испытания холодом и бездорожьем. Новые вазовские кроссоверы побывали в экспедиции в Якутии. За 42 дня успешно преодолели 23 тысячи километров. И доехали до Аймекона, самого холодного населенного пункта в мире. На этом все. Удачи в делах. В Самаре состоялся пятый открытый турнир Самарской области по дзюдо. В памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова. В схватках за медали участвовали более 300 дзюдоистов младше 18 лет. Кто стал лучшим, расскажет в новостях спорта Андрей Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Тренер-дзюдоист из Оренбурга Сергей Свобода со своими подопечными не пропускает ни одного турнира памяти Павла Иванникова. В этом году он привез сразу 30 спортсменов. Из Самары они уезжают с семью медалями и надеждами, что они превратятся в олимпийские. Безусловно, каждый тренер питает надежду своих воспитанников. А там, конечно, как покажет оттами, в дальнейшем как будут тренироваться. Мемориал Павла Иванникова, основателя самарской школы дзюдо «Мужество», проходит уже пятый год подряд. Сразу после смерти заслуженного тренера России, его воспитанники решили, что в Самаре обязательно должен проходить турнир в его честь. Человек, который жил всю жизнь ради детей, посвятил свою жизнь воспитанию детей, развитию дзюдо в Самарской области. Турнир на самом деле очень важный, чтобы спортсменов просмотреть, подготовить, исправить какие-то ошибки перед официальным первенством области. Количество участников растет из года в год. В этом на турнир приехали дзюдоисты младше 18 лет из 13 регионов России, а также гости их с Казахстаном. Разгромную победу в неофициальном медальном зачете одержали самарцы с семью золотыми, девятью серебряными и одиннадцатью бронзовыми наградами. Второе место заняли челябинские дзюдоисты с шестью медалями, две из которых золотые, а третьими стали пермики. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok